всем большой привет дорогие зрители и сегодня у нас следующий урок и рисуем следующий объект сегодня я нарисую месяц в исламе символичный предмет а мы рисуем именно символику одной темы и так я просто буду ориентироваться на какую-то визуальную графику то есть что я нарисовала полукруг до отрезала кусок и сейчас я хочу его еще разрезать пополам ставлю кривую то есть это верхняя кривая это просто будет по которой я буду разрезать я такой небольшой объем хочу создать ну вот так меня уже примерно устроит теперь я выделяю два те объекта и разрезаю в принципе достаточно такие простые техники объединить разрезать вырезать теперь я даю им градиент и буду их красить то есть мы теперь сделали внутреннюю часть и боковую часть сейчас с помощью градиентов мы будем как-нибудь их ставить допустим вот таким образом то есть мы сделали некий такой 3d эффект на у нас из плоского объекта мы сделали 3d уберем сторону так сказать сырой вариант и сейчас я буду постепенно его дорабатывать я не хочу нарисовать более такую блестящую границу по центру смена доставить только вот эту часть а все остальные мне надо удалить кстати в изоляции работать тоже очень удобно не надо ничего разгруппировать так здесь я даю черно-белый градиент и эффект осветления это придаст такой блестящий эффект вот там можно его немножко так увеличить придадим форму нашей кривой вот уже появился небольшой блеск я хочу подсветить именно ребро играю с градиентом я получаю тот или иной какой-то эффект давайте нарисуем тень черно-белый по краям полностью белый пргб а внутри серый и эффект умножения переносим на самый низ я на клавиатуре пользуюсь так стене уже еще больше стало похоже на 3d открываем наш файл где скажем так я собираю какие-то исламские узоры у нас с вами уже был урок по тому как мы рисовали узоры я возьму другой узор в принципе нарисован аналогично кстати чем больше у вас будет таких всяких разных узоров тем можно будет больше создавать всякие симиляры играться с работами то есть что-то разнообразное создавать давайте покрасим и дим эффект чтобы он был полупрозрачный скажем так да кстати control control h это скрыть скрытие границы это помогает когда мы работаем чтобы видеть сам узор давайте здесь также возьмем нашу надпись это у нас было в дополнительных заданиях видео на youtube это первый у нас был урок было домашнее задание написать самостоятельно какой-то надпись надпись да то есть литеринг мы создадим сейчас давайте фон у меня монтажная область 2000 на 2000 переместим на самый низ все что вспомогательное берем в сторону фон заблокирую чтобы он мне не мешал давайте покажем границы в принципе а для начала наша иллюстрация уже в общем то готова сейчас можно ее скажем так дорабатывать и улучшать разберем кривые даем какой-нибудь градиент нашему фону сейчас уже начинается такое импровизация творчество на то есть как лучше поставить у нас текст находит на наш полумесяц я хочу от текста сделать небольшую такую тень то есть буквально от одной буквы таким это также придаст эффект объем тексту тоже можно придать объемности то есть я немножко сдвинула в сторону и разрезала все это сделала в изоляции то что два дополнительных слоя я их между собой разрезала и сейчас я буду скажем так оставлять те слои до чтобы придать какой-то интересный вид то есть ну объем не нужен объем то есть я оставила только края да все что было сердцевинками я удалила сейчас я удалю то есть мне нужно как бы объем только с одной же стороны все что мне не нравится я удалю удалю это здесь я не опираюсь ни на какую науку я просто на глаз смотрю чтобы мне просто нравилось то есть исключительно такой внешний вид я сделаю либо блеск на то есть там где я оставлю то есть я скорее всего сделаю свечение или наоборот затемнение пока еще не решила на тип на общем то попробуем и так и так удалим все что лишнее так немножко подсветили наши буквы мы когда выглядит честно говоря не помню очень не того я ожидала то есть да не все эффекты подходят сто процентов в ста ситуациях это конечно индивидуально допустим здесь это видите как-то сработало не очень давайте выделим нашу обводку попробуем затемнение и поменяем градиент так она затемнилась вот так мне уже нравится больше конечно давайте поменяем основной цвет допустим какого нибудь придадим блеска осветление основы придает блеск допустим тоже пустим по ребру давайте сделаем общую маску и мы сейчас все эффекты которые будем накладывать во первых сделаем давайте миш какой-то такой общий наложим эффект на весь месяц наш сделаем его еще более прорисованным ну и какой-то текстуры добавим допустим давайте осветление как нибудь сейчас так поставим посмотрим что из этого выйдет все что выходит за рамки мы потом спрячем сверху под маску то есть все эффекты потом мы создадим маску и спрячем все что выходит это не проблема сейчас смотрю только на сам на сам месяц так вот так вот так вот и все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сделали осветление. Теперь давайте создадим еще один меж с противоположным эффектом, то есть с эффектом затемнения. Затемнять я буду не все, а только частями. Осветляли мы частями и затемнять мы тоже будем частями. Это тоже делает месяц у нас таким прям золотым. Мы когда рисовали фонарь, мы тоже пользовались этим эффектом. То есть мы сначала нарисовали общий объект, а потом сверху накладывали эффекты. И как раз эффекты мы тоже там прятали под общую маску. Здесь мы в принципе похожими методами пользуемся. Здесь также можно сделать размытый фонарь на заднем фоне. Здесь также можно сделать его более золотым, более глянцевым, либо наоборот более матовым. И еще здорово, что потом эти объекты между собой пересекаются. Итак, у меня еще есть такой вот текст. Это вязь арабская. Я хочу ее пустить по месяцу. То есть она как бы у меня огибать должна месяц и как бы гравировочка. Давайте воспользуемся деформацией. Мне надо пустить, ну прядь точно такой же изгиб, как у моего полумесяца. Сейчас я ориентировочно ставлю. Заходим в оформление, снова в эффекты. И мы сможем редактировать. В принципе оно и так уже нормально сидит. Чтобы отредактировать этот узор, мы заходим именно через оформление. И продолжаем его настраивать. То есть не заходим уже в окно эффекты. Здесь мы тоже делаем абсолютно на глаз. Нажимаем ОК. Поправляем. Разбираем. Сейчас мне надо все мои эффекты, которые я рисовала, сгруппировать. То есть чтобы все было более-менее по группам. Сейчас я заблокирую все, что не месяц. Так, сгруппировали все эффекты, которые на месяц у нас. Даем градиент нашей гравировки. И ставим эффект. Можно либо осветлить, либо затемнить. Это уже на ваш вкус. Вот такая вот история у нас на данный момент получается. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то полезное и интересное. Всем спасибо за внимание и всем пока!